Конкурс Евровидения это очень такой политизированный, во-первых, конкурс, а во-вторых, имеющий далекое отношение к самому, так сказать, вокальному или песенному конкурсу. Здесь Евровидение, в первую очередь, конечно, видеоряд, чем ты, так сказать, удивишь людей и чем, так сказать, ты, наверное, их, так сказать, немножечко даже шокируешь. Вот смотрите, если человек выходит и явно, так сказать, не соответствует очень общим принципам, так сказать, того, что мы привыкли видеть, то есть ломает стереотипы и просто шокирует, убивает на повал, вот как последний, да, персонаж, который победил. Ну, конечно, у него большие шансы. Вот, если ты идешь просто честно для того, чтобы донести какую-то музыку, хорошо ее спеть, вот, шанс уменьшается. Плюс еще, скажем, политический момент, то есть вы знаете, что соседние страны всегда друг друга поддерживают. Есть какие-то тренды, есть какие-то вещи, есть, скажем, информационные войны, есть обострение информационных, да, войн, на пике которых всегда будет проходить очередной конкурс Евровидения. Поэтому это все нужно учитывать, когда даешь прогнозы.